А на сегодня у нас серия третья. Погнали. А между тем катилось чередом короткое северное лето. Кормёжка стала немного получше. К ячневой и пшённой каше прибавилась рыба и грибы. Так же катился и мой срок. Солдат лежит, служба идёт, значит. Так получается. Работа на дизельной площадке была не слишком утомительной. А лагерь понемногу готовился к перебазированию. И тут вдруг на тебе. Умер Мишка. Мишка отравился древесным спиртом. Тем самым, да. У него хватило сил доползти рано утром до ворот. Где его и подобрали охранники и принесли в санчасть. Весь посиневший с закушенным на мертво языком, он с трудом борочил невидящими глазами. А я слыхал, что этот метиловый спирт именно на глаза сначала даёт. Ничего не видно. Слепыми становятся. Горинский, главврач лагерной санчасти, пытался о чём-то спросить Мишку. Но, приподняв века, безнадёжно махнул рукой. «Метанол. Метиловый. Да. Тут уже ничем не поможешь». И бедного Кутузова отнесли в изолятор, где отдавал концы старый зэк-туберкулёзник. Санитар, дежуривший в изоляторе, рассказывал, что Мишка бился в страшных конвульсиях, хватался руками за металлические прутья кровати, а потом сполз на пол. Изо рта и носа потекла кровь вместе с желчью. И через несколько минут он умер. Оперчасть, во главе с капитаном Катько, провела расследование. Но картина была и так ясна вся. На дизельном участке имелись несколько станков, в том числе и точильный. Поздно вечером, когда над лагерьем спустился туман, к Мишке незаметно прокрался сорока, расконвоированный зэк, живший в посёлке. Собой он принёс несколько заготовок для ножей. Ему нужно сделать. И все знали, что сорока приторговывал самодельными ножами. Все. И сорока попросил Мишку попользоваться точильным станком. И, получив согласие, он достал спирту. И пока сорока точил там свои ножи, они с Мишкой выпили граммов 400 из одной бутылки. Вторая стояла нетронутая на полу, за шкафом. И потом им двоим стало плохо. Но если у Мишки хватило сил добраться до ворот лагеря, то сорока не. Он так и остался там, в сторожке. Навсегда. Сорока был из мелких вокзальных воров. Имел три или четыре судимости за кражи чемоданов. И к лагерным авторитетам не принадлежал. Он ничем не выделялся из серой зэковской массы. Был хилым и беззубым. И, говорят, раньше ходил в шестёрках. У шмона. Сожительствовал с воровкой. Лет на десять его старше, которая в тот же день собрала вещи и перебралась к другому уже, бесконвойному. Делайте ставки, господа. Угу. Правильно. Да. А смерть Мишки просто потрясла меня. Я знал его почти год. И за это время он стал мне настолько близким, что я не представлял, что мы когда-нибудь расстанемся вообще. И словно во сне, как в той вате, я и выполнял свои привычные обязанности, не в состоянии воспринимать посторонние звуки и слова, обращённые ко мне. Мишка не был слишком крутым, чтобы защитить меня от воров. Но целый год он был со мной вместе. И сейчас я ощущал вокруг пустоту, которую никто тебе не смог бы восполнить. Дед Шишов, вздыхая, повторял про волю Божию. А олейник сопя ковырялся в запасном дизеле. А я ему помогал. А что мне делать? Ассистент я. Основной дизель громко и ровно молотил, подавая в лагерь электричество. Под этот треск ночью корчился и умирал Мишка. И никто ни хера не слышал там. Горинский составил нужные бумаги о причине смерти Мишки и Сороки. А на следующий день обоих похоронили. И я помогал отвозить на телеге гробы. Неглубокие могилы в каменистой земле были уже готовы. На дне поблескивали лужицы воды и сколы торфяного льда. Вечная мерзлота начиналась на глубине метра. Мы забросали ямы землей и нагребли сверху бугорки. В каждый воткнули колышек с основой дощечкой, где раскаленным гвоздем был выжжен регистрационный номер, положенный каждому зэку. Его фамилия, инициалы, даты рождения и даты смерти. Это было все, все, что оставалось от моих собратьев по несчастью, так и не доживших до свободы. Не доклыгали. Впрочем, какое уж тут братство. Сильные всегда душат слабых, продлевая себе жизнь за их счет. Таковы правила жизни. Таких, как я и Мишка, обворовывали, облапошивали на каждом шагу. Но когда мы становились нужны, да, тогда да. Вот только тогда нас и называли братьями. Когда опять что-то нужно. Возница и двое санитаров уехали на громыхающей пустой подводе, а мы с дедом Шишовым потихонечку побрели вдоль кладбища. Дед с утра побрился, подровнял редкие седые пряди на затылке и выглядел даже вообще благообразно. Шапку он держал в руке, подставив лысую макушку теплым солнечным лучиком. Шишов знал здесь почти каждую могилку и, показывая шапкой на бугорки, рассказывал мне про обитателей этого кладбища. Я ведь на водмежьем сорок третьего я, считай, с самого начала. Санитаром три года отработал. Сколько мертвяков сюды он перетаскал. О, вон, бусыга Петр. Тезка мой лежит. На весь Дальний Восток гремел. Севоровские разборки вел. Справедливый мужик был. Хм, был. Я поглядел на могилку, которая время почти сравняла с землей. Однако на дощечке были хорошо различимые цифры и буквы. Со дня смерти знаменитого вора прошло двенадцать лет. А он, земляк наш с тобой, покойца. Иван Тепляков. Волоты режил. По указу сорок седьмого года попал сюда. Зерно украл. И всего-то ж пять лет получил. Пять годков. А не выдержал. От тоски умер. За неполный год моего пребывания на Медвежьем я и сам воочию успел убедиться, что тоска по дому, она, да, она прям скручивает людей. Человек становится вялым, безразличным ко всему и медленно, потихоньку угасает. Я и сам испытывал на себе эту гнетущую силу. Да, это чувство. Я его прочувствовал. Особенно тяжело было после снов о доме, когда я только лишь минуту назад ощущал ладонями тепло домашней печи. Ну вот, вроде бы, вдыхал запах мяты, пучки, которые висели прямо на стене. И вдруг просыпаешься, и ты видишь все тот же стылый барак с чужими злыми друг друга людей. — Зимой в сорок шестом народу много перемерло, — продолжал дед. Тогда баржа с мукой в низовьях разбилась, и снегу много навалило. Продукты самолетов выбрасывали. — Спасибо, дядке Нехаю, не да усдохнуть тут. Все до крошки взял под свой контроль. Все. За фороство самолично зубы выбивал всем. Из охранников команды охотничьи скылатил и каждый день в лес промышлять отправлял. Команды охотничьи. Ну-ка. Когда лося приволокут, сахатыва, когда и оленя. В тот год трое лейтенантов насмерть замерзла. А? Заблудились пургу и окоченели. Задубли там. А про нашего брата и вообще говорить нечего. Как мухи мерли. И в санчасти, и прямо в бараках тут. Заснул человек. И все. И не проснулся. Утром толкнешь его. Оно он уже и окоченел. Дрова. И не успевали могилы. Толком рвать. Человечину люди жрали. Во как было. Малек. И ты, дед, с деревом. А все. А почему. Детишек мечтал увидеть. Детю. Две дочки у меня. И три сына. Старший без вести на фронте пропал. А младшему миной ступни оторвало. Олега. Без отца женились. Замуж повыходили. Жнуки уже взрослые вон. А я вон здесь сижу. Кукую. И, кажется, и конца, и краю этому не будет. Никогда. Ой, неужели до декабря не доживу? И вот как раз в такие минуты дед казался мне едва не святым мучеником. Я забывал про все. Про его жадность. Про хитрость. И как он пытался меня выжать из бригады в первые недели моего пребывания на Медвежьем. Я забывал все. И как он в одиночку жрал вот эти свои посылки. Ничего. Ничего, Петр Анисимович. Утешал я его. Скоро уже на свободу. Вот то-то все обрадуются, а? Твои. Ах, и дед шумно вздыхал после этого. Он не был уверен, что ему сильно обрадуется. Нет. Там, на родине, в деревне Чумакина, без него прошла целая жизнь. Будет ли кому старик нужный через восемнадцать лет отсутствия, а? Кому ты нужный там, а? С прииска вывозили вспомогательное оборудование. Хотя добыча золота продолжалась и по плану должна была закончиться только в сентябре. Но уже вывозили. На Иртыше вместе с оборудованием отправили очередную партию заключенных в пересыльный лагерь и несколько человек, освободившихся по сроку. Дед Шишов ходил к полковнику Нехаеву, просил, чтобы отправили и его тоже. Старик очень боялся, что часть оборудования и людей оставят до весны, а с ними и дизелистов. Нехаев деду отказал, заявив, что нас отправят с последней партией в сентябре. И пусть дед не волнуется. Нехай! Шишов приуныл после этого и все чаще стал жаловаться на радикулит и на боли в суставах. Потом опять принимался вспоминать деревню, куда надеялся попасть к Рождеству. У меня впереди были долгие четыре с половиной года. Какое там Рождество? Четыре впереди. И от дедовых рассказов мне становилось как-то даже тошно. Я обрывал его и шел к дизелю. Возня с железяками она действительно. Она хоть немного, но приносила мне облегчение. Но вскоре, как тугая пружина, развернулись события все, которые не оставили места для переживаний и снов о доме. На меня открыли охоту. Пошла возня. Все это началось в одну из суббот со случая в бане. Я нес деревянную шайку, наполненную теплой водой, когда меня окликнули. Я обернулся. И тут же резкий толчок в плечи опрокинул меня назад. Я бы удержал равновесие, но позади на полу кто-то присел на корточке, не давая мне отшатнуться и устоять на ногах. И вместе с тяжелой дубовой шайкой я так и грохнулся на спину, сильно ударившись головой о деревянный пол. И у меня в глазах потемнело. Все поплыло. И на несколько секунд я потерял сознание. Первое, что я, пытаясь понять, увидел, был огромный камень в сантиметрах в тридцати от моей головы. Такими камнями обкладывали низ металлической печки, стоявшей у стены. Хм. Брякнись я сантиметров на тридцать чуть-чуть левее. Да, и голова моя просто бы раскололась. Ничего не соображая от боли, я все пытался встать. И ко мне подскочил дед Шишов. Но его оттолкнули. А из горячего тумана появилось облепленное мыльной пеной лицо уголовника Шмона. И он схватил меня за руку, за другую тянул его приятель Марча. И я закричал, понимая, что добра от привлеженных лагерного палача Дёги мне никак не ждать. Я отчетливо представлял, как они меня сейчас поднимут и снова швырнут. На этот раз прямиком уже затылком на те каменюки. И это понимали и остальные тоже. Но мало бы нашлось в лагере людей, которые осмелились бы выступить против, противостоять этому. Олейника в бане не было. Ему щенячий виск повис в наступившей тишине. Я рвался, болтаясь, как та сосиска в руках крепких откормленных уголовников. И жизни мне осталось всего-то несколько секунд. «Мама!» Выскочивший откуда-то Тимофей Волков оттолкнул Марчу. Блатной отпустил мою руку и ударил Тимофея в челюсть. На Марчу бросился белый, но, получив пинок в живот, отлетел в сторону. Полицай, синий от татуировок и с огромным шрамом на боку, с ревом кинулся на Марчу. Схватив его за шею руку, с силой отшвырнул в угол. «Сашку бить! Ах, паскуды!» И в этот момент он забыл про меня. Хоть действительно, на какой-то момент. И я видел только свалившегося от удара своего приемного сына. Шмон поднял валявшуюся под ногами шайку, замахнулся, но Волков опередил, сбив его с ног ударом тяжелого кулака в переносицу. Дега, голый по пояс, в кальсонах и с рубахой под мышкой, вынырнул из предбанника. «Ше тут за базар, а?» Шмон, скручившись и зажимая ладонью нос, лежал на боку. Между пальцев текла кровь. Марча, тяжело дыша, стоял с шайкой в руке. Петрик со своей всегдашней ухмылкой осторожными шажками крался, заходя к Волкову со спины. Волков, внезапно развернувшись всем туловищем, цыкнул. «Пошел вон, гнида, а то утоплю». В стае голых, сбившихся в парной существ, бывший полица и бывший партизан Тимофей Волков был самым крупным и опасным зверем здесь. Редкие зубы ощерились. Мощная грудь ходила ходуном. Кулаки были сжатые. Его многочисленные шрамы свидетельствовали о том, что он привык драться насмерть и пощады просить не будет. До конца. Я смотрел то на него, то на Дегу. Я знал, если блатной сейчас даст команду, начнется что-то страшное. Тимофея и меня заколют и стыкают за точками, которые наверняка запрятаны в щелях под полом бани. У них все здесь заготовлено. Здесь не впервые творились разборки. И никто никогда не находил свидетелей. Уголовник Дега, вдоволь хвативший крови и способный с легкостью убить человека, на этот раз почему-то колебался. Главной мишенью был все же я, скорчившийся возле печи восемнадцатилетний сопляк, которого не удалось пришить сразу же. Весь этот шумигам и неожиданное вмешательство, вмешательство Волкова, усложняли ситуацию, заставляя Дегу заниматься делом для него непривычным. Шевелить мозгами. — Да. — Ну и чё тут? — грозно повторил он, никому не обращаясь. — Да вот и подсклизнулись. — дребезжащий засмеялся кто-то из старых зэков. — Мыло кругом. — А ты меня, Славку, оставь в покое. — Тимофей Волков вткнул пальцем в Дегу. — Он дитё ещё. — Сами свои дела решайте. А детей не трогайте мне. Любое сопротивление действовало на Дегу, как красная тряпка на быка. Безнаказанности покровительства лагерного пахана Алдана сделали его наглым и самоуверенным скотиной. Я отчётливо разглядел обмотанную серой изолентой рукоятку заточки, торчавшую из белья, свёрток которого держал Дега. И в бане снова повисла тишина. — Паримся. Дальше. И будь сейчас на месте Волкова другой зэк, всё было бы уже давным довозно кончено. Но с ним приходилось считаться. Он же Волк. Без последствий смерть Волкова не останется, нет. И в первую очередь шум поднимет сам начальник лагеря, который о количестве добытого золота каждый вечер по рации докладывал своему начальству там. Убийство одного из лучших на прииске бригадиров полковник Нехаев не простит. И будет разбираться очень и очень круто. Бошки полетят. И тут Дега усмехнулся, прищуривая свои выпущенные страшные глаза. «Подсклизнулись, значит?» «Всё шутки шутите?» И он повернулся и не спеша вышел. И это означало, что инцидент всё исчерпан. А я был словно в трансе. Это ж я подсклизнулся. Голова окружилась. Тело колотила мелкая дрожь. Я понимал, что был на волосок от смерти. И страх продолжал сковывать меня. Кое-как с помощью Волкова и Деда Шишова я оделся. Кое-как. И они отвели меня в санчасть. Горинский ощупал мою голову и заставил сесть, встать и коснуться пальцами кончика носа. Сотрясение мозга. Лёгкая степень. Завтра воскресенье. Отлежишься в бараке денёк. И все будет в порядке. Почувствуешь себя плохо. Опять придёшь. Он в санчасти у тебя полежит. Отрывисто проговорил Волков. Дня четыре или пять. Ну, пусть полежит. Легко согласился Горинский. И меня поместили в палату, где лежали ещё пять зэков. Один, накрытый до самых глаз одеялом, хрипел и надсадно кашлял там. Рядом на тумбочке стояла нетронутая тарелка с кашей. И лежала пайка хлеба. Я знал. Зэки теряют аппетит обычно только перед смертью. Угу. И я это знал. Четверо других больных дулись в карты. Чего болит, малёк? Насмешливо спросил один из них, тасуя колоду. Да вот, говорю, подсклизнулся, башку зашиб. Ха, осторожнее надо. Запасную не пришьют, башку. А курить есть? Нет. Ну, тогда спи. И сразу же он потерял ко мне интерес. А вот заснуть как раз я и не смог. Болела эта самая башка. Бошка. Громко кашлял ещё этот зэк справа, накрытый одеялом. Переругивались между собой картёжники. Но самое главное, меня не отпускал страх. Я тупо соображал, что мне делать. Идти и всё рассказать начальнику лагеря Нехаева? М? И Нехай? И Нехай будь, что будет. Как? Что мне делать? Пока будут разбираться, меня пришибут. И не поможет никакая охрана. Угу. Бежать? А куда? В тайгу? В тундру? Я сдохну там от голода. Я не знаю, чем бы закончилось пребывание в санчасти и куда бы я кинулся от безнадёжности и отчаяния, но поздно вечером меня навестил шмон. Всё, шмонать будешь. Почему-то у Казани я был переведён в изолятор, и разговор у нас состоялся один на один. Он передал привет от Захара и сказал, что меня пытались избить по ошибке. Хм. Ничего себе. Ошиблись, да? Я подсклизнулся? Сам, что ли, да? Кто-то настучал на Марчу, и он две недели отсидел в карцере. Вот так вот. Якобы решили, что это я настучал. Я стукачила. Я не помнил, сидел Марча в карцере или нет, но кивнул головой. Шмон был слишком большой шишкой, и я мог только кивать в ответ. Теперь будто бы Марча во всём разобрался. Стукача нашли и наказали. А мне вот прислали передачку. На. И шмон вытащил из-за пазухи полбуханки хлеба, пакетик с сахаром и пачку махорки. — Ты, парень, свой, — откровенничал со мной четырежды судимый Шмон. — И держись к нам поближе. — Не текай. Захар тебя очень уважает, слышь. Из санчасти выпишут. Приходи. Отпразднуем твоё выздоровление. И главное — громче молчи. Ясно тебе? — Обо всём молчи, значит. Кто бы тебя ни спрашивал. Хоть даже начальник лагеря, хоть олейник даже. — Тогда будешь жить. А если сболтнёшь хоть одно лишнее слово, то сам понимаешь. Секир башка. — Я понимал, что должен молчать навеки. Но я не верил Шмону, как не верил и лагерному начальству, что оно сумеет меня защитить. — Угу. — Поверили. В глубине души теплилась надежда, что меня больше не тронут. Со мной поговорили, объяснили всё. И я всё понял. Я пообещал молчать. И до сих пор никому не сказал ни одного лишнего слова. И в то же время я чувствовал, что кое-кому очень-очень мешаю. Теперь я оставался единственным свидетелем из тех, кто знал о золотой россыпи на Илиме. И вот через день меня навестил сам Захар. Пронёс ещё хлеба, махорки и тоже сказал, чтобы я ничего не боялся и молчал, главное. И я ему поверил. У меня просто не было другого выхода. Я кивнул. Закрыв глаза и уши, я цеплялся за последнюю соломинку. — Плыви. А моя забинтованная голова, она привлекала внимание начальства. Не голова, а ботва. Меня навестил молодой лейтенант-оперативник и заполнил подробное объяснение, в котором я сообщил, что подскользнулся. Я подскользнулся сам, без чьей-либо помощи. И претензий никому не имею. На этом расследовании закончилось всё. И будь на месте лейтенанта Иванова начальника перчасти капитан Катько, всё наверняка повернулось бы совсем по-другому. Катько работал в лагерях с сорок пятого года. И он бы по-любому глубже копнул. Там, где всё позакоповано. Поинтересовался бы, почему у безвестного зайчонка по кличке Малёк решили лично прибить двое авторитетных урок — Морча и Шмон. М? Маленький. Кому ты нужный, а? Но в связи с закрытием прииска капитан Катько почти всё время проводил на участке, возле драги и складов. Выявлял золотые захоронки, которые скоро начнут выкапывать и готовить к переправке на новое уже место. А спрятанного золота за шестнадцать лет эксплуатации нашего Медвежьего вокруг прииска ой, как хватало. Нычка на нычке тут. Поэтому капитану было не до меня. И происшествие в бане осталось, ну, скажем, почти незамеченным. И вот за пять дней я вполне оклемался. Вволю выспался, немного отъелся молочной кашей, да, которую раз в день давали в санчасти, и вернулся на свой дизельный участок. Если лейтенант-оперативник с лёгкостью поверил, что сотрясение мозга я получил случайно, то старых прожжённых зэков Олейника и Волкова обмануть было куда труднее. Выдворив из будки деда Шишова, они устроили мне долгий перекрёстный допрос. «Живой?» — осведомился Иван Олейник. «Живой. Тимофея благодари. Не он так давно бы тебя уже закопали. Так что там у тебя за дела с Марчо и Шмоном, а?» «Решили поиздеваться», — выдал я заранее подготовленный ответ. «Вы же знаете, какая у них натура паскудная, м? Издеваются надо мной тут-то». Тимофей Волков смотрел на меня насмешливо и недоверчиво. «Ладно. В бане ты шлёпнулся случайно. И случайно едва не разбил себе бошку. Не обы кто, а Марча и Шмон тобой заинтересовались. Не обы кто. И кто за ними стоит? Ты знаешь?» Я молчал, понуро глядя себе под ноги. На столе под шапкой прел, доходя до кондиции, чефир в литровой жестяной банке. «Знаешь или нет?» — повысил голос Волков. В проницательности Тимофею было не отказать. Он копал в нужном направлении. «Знаю». «Дёга и Захар», — ответил я. «А за Дёгой и Захаром кто стоит?» «Алдан», — говорю я. «Так вот расскажи нам с Иваном, чего же это ты натворил такого, что тебя главные лагерные чины пришить желают? А?» «Не знаю», — плаксиво отозвался я. «Ей-богу, не знаю я». «А ты вспомни», — посоветовал Олейник. «Да нечего мне вспоминать. Ничего плохого я никому не сделал. А я говорю, вспомни». Перегнувшись через ствол, он приподнял меня за шиворот, мах, и замахнулся своей огромной лапой. Я ж зажмурился. Как ляпнет сейчас, мозгов не соберешь. И Олейник тоже не на шутку разъярился. Ему надо было знать правду, потому что я работал в его бригаде. И все, что касалось меня, могло отразиться и на нем тоже. Олейник боялся получить из-за меня пику вбок. Именно сейчас, когда за ударный труд ему скостили четыре года. С ним вместе жила семья, и оставшие двенадцать лет срока уже не казались безысходно долгими. Потому так. Не меньше его имел право знать правду и Тимофей Волков, который пошел на открытое столкновение с блатными из лагерной верхушки. И неизвестно, остается ли оно без последствий. — Ладно, оставь его, Иван, — потянул он Олейника за руку. Ему и без тебя досталось. Давай-ка посидим и покумекаем. Что же тут происходит, а? И Олейник, встряхнув, отпустил меня. И только сейчас я открыл свои глаза. Бригадир, багровый весь от злости, сворачивал самокруточку. Махорка сыпалась между пальцев. — Ну, ты гляди, что получается, Иван Григорьевич, — неторопливо говорил Волков. — Сначала повесился лунек. — Все знают, что у него гуляла жена, и он когда-то уже пытался вешаться. — Все знают. — И никого эта смерть не удивила. — Да? — Так что оставим его в покое. — Ну, а теперь насчет латыша. И я тоже закурил из кожаного расшитого кисета Волкова, лежавшего на столе. И в дверях показалась лысая башка деда Шишова. — Дождь там, Иван Григорьевич. — Под навесом посиди. Не околеешь. Деду до смерти хотелось узнать, о чем идет тут разговор, значит. Готовилась очередная партия на отправку, и Шишов подозревал, что мы тайком делим места тут, а? Везде носа надо всунуть ему. Кроме того, деда беспокоили упорные слухи, что все оборудование нынешней осенью вывезти не успеют, и несколько десятков зэков оставят на медвежьем аж до весны. Я супчику хотел поставить. Пшонки немного расстарался, масла вон растительного. И Тимофей Иванович с нами, значит, тоже перекусит. Последние недели дед изо всех сил лебезил перед олейником и даже перестал жрать в одиночку, а? Ты смотри, делясь с нами продуктами, действительно делился, который ухитрялся добывать на левых заработках там. Ну, иди, иди, потом поставишь, нетерпеливо махнул рукой бригадир. Итак, слайтесь, загнул второй палец волков. Еще тот кадр, кроме своих земляков-прибалтов, никого за людей не считал. Мог напороться на пику из-за, собственно, гонора, да? Ну, или, скажем, кому-то понадобилось место в хлеборезке. Согласен? Тимофей обращался исключительно к олейнику, пока ни о чем не спрашивал меня. Согласен, кивнул олейник. Ну, дальше идем. Проходит две недели, и внезапно умирает Мишка Тымченко. И здесь, казалось бы, тоже ничего особенного, да? Сколько народу в прошлом году древесным спиртом отравились? В декабре сразу четверо и один ослеп. А в этом весной санитар Бычков умер. Ну, и Мишка с сорокой. Тимофей задумчиво пощелкал пальцами. Мрут люди от спирта. Но меня другое интересует. Почему умирают один за другим те, кто в апреле ездили снимать пробы на Элим? М? Лунив. Смотри. Слайтис. Потом Кутузов. И вот, наконец, наступила очередь Малька. Первая попытка оказалась неудачной. Я помешал. Но они ведь повторят ее снова. Будьте уверены. И тут я сглотнул слюну, чувствуя, как быстро колотится мое сердце. Тучи сгущаются. Страх опять сковывал меня. Так вот, что, спрашивается? Что там случилось на Элиме? Малек. М? Да ничего не случилось. Врешь. Пиздишь, как дышишь. Врешь. Ты не вру я? А почему ваша компания, которая на Элиме побывала, почти вся мертвая, а? Ты откуда я знаю? Продолжал тупо отнекиваться я. Мне сдается, все ты знаешь, а? Да вот только боишься высказать. И жестко добавил. А вот что тебя бояться, а? Тебя же ведь все равно пришьет. Не сегодня, так завтра. Пришла твоя очередь. Если эти ребята дело начали, они его обязательно до конца доведут. Ты их знаешь. Волков сидел, набычившись, вытянув вперед узловатые кисти рук. Извилистый шрам, пересекавший левую скулу и висок, налился красным. Он впивался в меня с ощуринами, горевшими злобным упорством глазами. Вот так же полтора десятка лет назад Волков допрашивал пленных партизан. Вот точно так же. Набрался опыта. С крестьянской дотошностью докапывался до истины. Точно так же. Да, Волков спас мне жизнь. Но в этот момент я его просто ненавидел. Я, как тот щенок, хотел пересидеть опасность в темной-темной конуре. Да хоть провались под землю там. Где бы никто меня не трогал, а? А полицай вытаскивал, вытаскивал меня из этой норы. Я смертельно боялся Дёгу, Захара, Шмона и всю вот эту их компанию. Они обещали меня не трогать, если буду молчать. И в этом я видел сейчас свое единственное спасение. — Вы что-то там нашли? — загонял меня в угол полицай. — Золотой самородок? — Нет. — А что тогда? — Россыпь? — Да не дзыркай ты по сторонам, в глаза мне смотри. Я не дзыркал по сторонам. Я завороженно смотрел на Волкова. И в моих глазах, видимо, плескался такой страх, что Тимофей, смягчившись, погладил меня по плечу. — Ну, не хочешь — не говори. — Пусть не говорит. Облегченно подхватил и Олейник тоже. Олейник и Волков хотели знать, в какой степени опасность, грозившая мне, касалась их самих. Я упорно молчал. Ну что же, может, и к лучшему для них. Оба понимали, насколько опасно влезать в чужие тайны. — Меньше знаешь, дольше проживешь. Но Олейник понимал совсем другое. Если он и Волков не примут участия в моей судьбе, то я обреченный. Олейник неплохо ко мне относился. Но сейчас я был для него обузой. Ему надо было отправлять семью, а это оказывалось уже непростой проблемой. Он еще и сам толком не знал, куда повезут его досиживать оставшиеся по приговору долгий срок. — Ах, молчишь. Ай, черт с тобою, — сплюнул бригадир. Шмон подумал, что я стукач. Наконец выдавил я из себя подсказанную самим Шмоном зацепку. Будто это я настучал на морчу. И он месяц отсидел в карцере, будто из-за меня все. — Ха. — Ну-ну, — присвистнул полицай. Он не верил мне. Хотя разговоры о стукачах, кто кого заложил и кто бегает в оперчасть, были в лагере темный, темный, темный номер. Темой номер один был. — Ну, теперь все выяснилось, — бодро проговорил я. — Ошибка получилась. Шмон приходил ко мне в санчасть. И все вроде как наладилось. Передачку мне даже принес. — Ох, малек, малек ты. Ох, малек. Волков был просто уверен, что я вру. Но я замкнулся в себе настолько крепко, что он понял, что вести дальше дальнейший разговор было просто бесполезно. Ночью во время дежурства я выкопал из земли возле навеса, где хранились бочки с соляркой, тяжелый продолговатый сверток и принес его в сторожку. Закрыв дверь на запор, развернул промасленную тряпку и достал жирно блестевший от машинной смазки самодельный пистолет. Точнее сказать, это было стреляющее устройство. Короткой дюймовой трубке был привинчен стволик из нержавейки под патрон ТТ калибра 7,62. Рукоятка и курок отсутствовали. Вовсе. Боевая пружина взводилась небольшим рычагом, рычагом, и им же, вытолкнутый из паза, производился выстрел. Этим же самым рычагом. Изрыгивала. ТТ калибра 7,62 ММ. Мало того, что эта штуковина была весьма ненадежной, за нее светило еще года три сроку, как захоронение огнестрельного оружия. Угу. И, тем не менее, в трудную минуту пистолет мог спасти мне жизнь. Я это прекрасно понимал все. Сработанный зимой, когда вечерами нам никто не мешал, пистолет стрелял с оглушительным грохотом, а пуля с расстояния пяти шагов пробивала толстую сосновую доску. Впрочем, в человека из пяти шагов попасть было трудно. Сильная отдача дергала ствол туды-сюды. И я протер до блеска два позеленевших от плесени патрона. И одним из них зарядил свое чудо-оружие. Чик-чик! И этот пистолет я затолкал в левый сапог. В правый опустил заточенный напильник. Вот бы обрадовались оперы, а? Если бы я попался к ним в лапы вот сейчас с этим джентльменским набором, а? Жентльмен! Ха-ха! Удачи, джентльмен, да? Да, джентльмены удачи. Сморганили бы целое уголовное дело, с показательным судом для назидания всем остальным. Да, джентльмены. Но попадаться я не собирался. Не. Я просто очень боялся за свою жизнь. А оружие придавало мне хоть какую-то, но уверенность. Жись! Держись! И вот так вот прошла еще. Плюс одна неделя. Меня никто не трогал. И я стал понемногу успокаиваться. И вот на Иртыш загрузили очередную партию людей, оборудование, и пароход тронулся в низовье, осторожно обходя торчавшие среди бурунов камни. С палубы и из трюмных иллюминаторов нам махали отплывающие. У некоторых зэков срок уже закончился. Через месяц-два они будут уже дома. М? Счастливцы! Как же я хотел, чтобы на Иртыш загрузили скопом всю лагерную шпану. Захара, Дегу, Шмона, Марчу, всех, все вот эти дрова, и отвезли куда-нибудь подальше там. Нехай там горят! Не секрет, что в формировании этапов активное участие принимает сам Алдан. Своих людей он от себя никогда не отпустит. Такие дровы и тут нужны. Под боком, м? Печечка! А между тем, отсрочка мне дана была совсем короткая. Оказалось, что меня твердо решили прикончить. И все на этом. И события покатились, как тот снежный ком. Помню, что в тот день я встретил Галю. Заулыбавшись во весь рот, отпустил ей комплиментик, хотя выглядела она неважно. Вся какая-то серая, оплывшая, со вздернутым животом. На мое приветствие Галя ответила едва заметным кивком и сразу же отвернулась. Хм. Я собрался было обидеться, но вдруг сообразил, что она беременна. Хм. Не от меня ли? Торопливо прикинул по пальцам и вышло, что забеременела она гораздо раньше. Хм. Не от меня ли? Хм. От меня ли, да? Отмена, да? Охрана? Да? Ну, со мной она занималась так, любовью уже в положении. Ведь так? Да еще и спирт кружками тогда глотала. Хм. Ну и баба, а? Был жаркий августовский день. Обмелевшая за лето нора журча перекатывалась через галечную отмель. И я снял сапоги и шел босиком по нагретым камням. Приезд громыхал ниже по течению, а здесь было тихо и спокойно все. Прям спокойствие. Я пришел на берег, туда, где мы раньше обычно купались с Мишкой. Здесь было довольно глубоко, а ближе к середине реки начинались пороги. Торчало несколько огромных, обкатанных до зеркального блеска валунов, а вокруг них бешенно крутились темные водовороты. Да, нора — опасная река. Как затянет в ту нору, не выгребешь. И в половоде, когда она широким мутным потоком несется к океану, выворачивая огромные пласты берега, и сейчас, когда вода упала до самой нижней отметки, она всегда опасная. Я опасная. Галечные мели перегораживают русло, а обмелевший стрижень прячет под водой огромные камни. Я снял черные заковские штаны и, оставшись в кальсонах, осторожно спустился вниз. Прикосновение прохладной воды к разгоряченным ступням было необыкновенно приятным. Блаженство прям. И аж поскуливая от удовольствия, я стащил кальсоны. Коленки лоснились от въевшегося машинного масла, а ноги стали тонкими и маслатыми все. Масластые. Все в масле. Да. Ты механик. В жопе краник. Ага. И, набрав в легкие воздуха, я собрался было нырнуть в эту нору. Но животное чувство самосохранения, которое особенно остро срабатывало в лагере, заставило меня встревоженно обернуться. Хм. Может быть, я услыхал какой-то посторонний звук. А может, это стало привычкой уже постоянно оборачиваться в ожидании чего-то. Угу. Опасности. Дёга, Шмон и Петрик неторопливо выходили из-за подковы молодых ёлок. Дёга, высокий, аккуратно расчёсанный, в новых штанах с напуском на еловые сапоги, шёл впереди Дёга. Шмон, красный, коротко шеей, держал в руке отполированную деревянную дубинку. Однажды я видел, как он колотил ею молодого зычонка. Хреск разбиваемых костей стоял у меня в ушах целый месяц после того. И я вдруг понял. Сейчас этой дубинке предстояло отведать мне. Твоя очередь. И всё это произошло очень быстро. Петрик забежал вперёд, отрезая мне путь к отступлению. Дёга, глядя сквозь меня своими выпученными рачьими глазами, вытягивалась до голенища сапога за точку. Петрик нагнулся и поднял увесистый камень-галыш. Шмон обходил сбоку, перехватывая поудобнее свою дубинку. И я застыл, отчутливо понимая, что вот она, вот она пришла, твоя смертушка. Здоровайся. Меня сейчас будут точно с таким же хряском молотить дубинкой, проткнуть несколько раз за точкой и для верности опрокинуть на голову булыжник. Хрась! А потом и бросят в воду. Всё. Канули. В нору. И вершить это будут люди, привыкшие убивать и не знающие жалости. Им наплевать, что мне, Славке Малькову, всего 18 лет. Что меня ждёт мама, сёстры и младший братишка Петька. Меня ждут там. Я ещё совсем малёк. Я ещё жить хочу. Хочу их увидеть. И что я ни в чём не виноват. И я не хочу умирать. Не хочу я. И тут я схватил сапог, стоявший рядом. Мне повезло, что я не оцепенел от страха. Мне действительно повезло. Прямо нашло что-то сейчас. И вдвойне повезло, что самоопал пистолет оказался именно в том, а не в другом сапоге сейчас. Иначе мне не хватило бы этих нескольких секунд. И я до отказу рванул тугую пружину и сразу же отпустил рычаг. И грохнуло так, что заложило все уши. Оторвавшийся ствол фырча отлетел прочь. Дёга вскрикнул и отшатнулся. Пуля угодила ему в скулу возле левого уха и вышла под правым глазом. Глаз вышибло, и он прям повис, словно большая красная виноградина, из-под которой толчками выбивала черную-черную кровь. Схватившись руками за голову, и не ожидавший сопротивления с моей стороны, всё ещё держал перед собой отполированную дубинку. «Эх, тварь ты вонючая!» И, выкрикивая что-то ещё, я кинулся на него, с обречённой решимостью щенка, которому нечего уже терять. Ну, нечего! Тварюки! И, кажется, я располосовал ему руку острым обломком пистолета. Я распустил её. И он выронил дубинку, и мы, сцепившись, покатились по траве. Я видел его побагровевшее лицо с бляшками и буграми на щеках. И ненависть, никогда до этого не испытанная мной, она удваивала все мои силы. Конечно, будь на его месте дёга, тут давно проткнул бы меня одной из своих знаменитых заточек. Но убийце и дано родиться не каждому. А шмон сам по себе не был ни сильным, ни страшным. Не такой, как его молюют, страх. Он был всего лишь на подхвате. Ведь так? Один из шоблы-ёблы это я. И сейчас это мешало ему справиться со мной. Ой, как мешало! Он был один из. Дёга, самый страшный человек в лагере, стоял на коленях, зажимая лицо ладонями и, всхлипывая, он стонал. Я знал, в кого стрелять первого. А возле него суетился хорёк Петрик, но у него не было даже носового платка, чтобы зажать рану. Ой, всхлипнул Дёга, и Петрик, наконец, сообразил, что его могут посчитать трусом, и бросился на помощь шмону сразу же. Они бы добили меня. Но и на этот раз удача оказалась на моей стороне. — Всим лягать! Ну, кому я говорю? Водовоз! Та-та-та-та-та-та! Как затрахтахало! И Петрик замер и послушно растянулся на траве лицом вниз. Шмон выпустил мои руки, и я, ничего не соображая от страха и злости, снова набросился на шмона. Сочка отбросил меня пинком тяжёлого сапога, как бахнул, и погрозил автоматом. — А ну, цыть, скажу, а то на месте за шею. Цыть! Не дрыгаться! И подошёл к Дёге, который, стоя на коленях, продолжал раскачиваться и всхлипывать. Осмотрел его лицо и голову. — Ну! Ну вы тут натворилы делов! Горинский молча и умело зашил два порванных пальца на моей правой руке, и, ощупав бок, по которому прогулялся сапог сочки, отсвистал короткую красивую мелодию из сапог маньчжурии. — А повезло тебе, Мальков! Хм! Тут всего лишь трещина! Я и сам знал, что мне повезло, как никогда раньше. Аминь, аминь, аминь… Субтитры создавал DimaTorzok Восемнадцать ого выходит у нас новая серия «Каждый Божий день». Все аудиокниги и все рассказы находятся в нашем подвале, снизу. Заходишь, и там целая библиотека наших рассказов. Старичок, заходи на пикничок. «Каждый Божий день» в восемнадцать ого. Не пропустите. «А на сегодня шо? А на сегодня все. Покедова. Споки-ноки. Чпоки. Ага».